здравствуйте друзья я в нашей рубрике первая работа в сша расскажу о своей первой работе в сша надо сказать что когда мы приехали мне тогда было лет 35 и это был самый конец 90 года и в теории я наверно мог бы заниматься разными вещами там силу образования предшествующего опыта работы и тогда но с точки зрения того чем мне хотелось реально заниматься и я чувствовал как бы в тот момент что я являюсь носителем какого-то уникального знания я тогда хотел заниматься преподаванием ну или может быть исследованием но исследование я понимал что как-то так трудно с улицы заскочить а преподавание она всюду преподаванием вот там допустим машинопись я я же автор метода быстрого обучения машинописи уникальная методика там трехмиллионным тиражом опубликован и вот я думаю вот я этим буду заниматься хотя друзья мои которые тут были и приехали доме меня они мега мишек ты же там такой весь отличник там такой инженер хороший тебе надо быть инженером электронщиком заниматься цифровым дизайном там это то чем я занимался когда-то раньше ну и в общем так я был немножко на распутье то есть я бы занимался чем угодно вот куда взяли бы я бы пошел я даже как-то раз был на интервью на должность технишина сборки каких-то радио приборов то есть меня послали туда на интервью но меня не взяли там долларов чуть ли не на 8 там я не знаю как эта позиция была то есть я бы пошел но не взяли и вот технически у меня никакой бояться не умею ничего такого не умею неважно когда мы приехали надо было как-то пойти английский подучить вообще как-то осваиваться на местности было нужно и был такой нон-профит корейский назывался кореян центр сан-франциско и у этого кореянцы центра была некоторая материальная база который не было у многих других в то время в частности их спонсором было айбем и айбем у них сделала такой по тем временам супер-дюпер значит компьютерный класс причем айбем же и обслуживала этот класс у них было наверно десятка три линга фонных курсов английского языка они такие были на кассетах на этом вещества такие кассеты и каждый курс там это было кассетам 10 12 15 20 их тогда было много они были дорогие эти курсы купить это было невозможно вы себе не представляете каких денег это стоило ну то есть на тот момент это было немыслимо это могло стоить 150 долларов 220 долларов это просто я ходил в магазин тут даунтаун сам франциско есть где много вот этого вот я смотрел и прямо в глазах у меня там восторг и понимание того что мне такого никогда не купить в общем а у них был линга фон и кабинет оборудован такими знаете проигрывателями и наушниками и экранчиком таким в общем короче шикарно единственное что на семестр денег там не брали это была бесплатная программа но там было такое понятие как регистрация то есть регистрационный сбор и этот сбор был 15 долларов то есть на самом деле смешная но для нас которые только приехали и концы никак не сводились у нас 15 долларов казалось приличной суммы короче на первой моей халтуре мне дали 20 долларов я там отстоял в магазине таким мордоворотом присматривал ну и вот дали мне 20 долларов кешем я пошел и записался следующую неделю мне дали еще 20 долларов уже светлана супруга моя тоже записалась и вот выходили там брали компьютерные классы какие-то у них там были я не помню по мелочи и в частности вот значит лингафонный кабинет там много времени проводили а занятия там вели преподаватели из сити колледжа тоже присылали туда так вполне как бы неплохо получал и русских там было намного больше чем корейцев там вот эту материальную базу вместе с корейским центром подрядила джейш фэмолин children services то есть организация которая принимала тогда еврейских беженцев и вот значит своей базы у них тогда не было и они платили этим из тех денег что государство им давало там для пристраивания беженцев обихаживание в общем такая была интересная жизнь ну и поскольку я такой весь знаток тайпинга а там был кабинет машины все них тоже был с пишущими машинками настоящими еще вот это не было они были электрические но они не были компьютеризированы и там было много русских и они там что-то пытались значит учиться она училась это все так что нам лежали книжки так они были прикованы такой цепью к столу книжки и по этим книжкам человек должен был сам учиться это были я не знаю можно назвать самоучителем я не знаю в общем такие толстые книжки и сидели люди и пытались что-то там сделать и конечно это было жалким зрелищем таким с точки зрения моей как человека который знает что и как надо делать это это было конечно ужасно все это видеть и какие-то люди с которым мы там познакомились значит я им подсказывал и что-то показывал и так далее и тут подходит значит ко мне директор этого центра это было очень импозантная такая женщина тоненькая высокая доктор чем их ее звали доктор чен была кандидата доктор она была американским пички по русской филологии хорошем месте защищалась там в коламбусе что такая в общем она была ведущим как нам говорили переводчиком пушкина на корейский язык вот такая интересная женщина по-английски она была с акцентом то есть это не было ее родной язык очень интересная была тетка и она подходит ко мне смотрит сначала наблюдает потом говорит а ты откуда это все ягу я вот так и так по-русски разговор происходит и она говорит слушай она говорит если уж ты все равно тут давай-ка вот мы будешь два дня два часа в день пять часов в неделю два часа в день будешь преподавать а мы тебе положим там я боюсь соврать десятку в частном они ты был три часа в день я здесь три часа в день и по десятке в час значит слушайте это уже 30 30 долларов в день 150 долларов в час это уже там 600 долларов в неделю это уже не ну слушайте это что-то знать как это же не должен так совсем не копеечки вот 600 долларов в неделю а через наверное месячишка еще один нон-профит только этот корейский этот был китайский назывался сертифи чайни из ресурсы девелопмент центра что такое и вот значит и там и тоже 600 и это уже стало 1200 в месяц это уже было шикарно затем и вот фактически я их так как бы на русском языке обучал но поскольку там корейцы тоже какие-то присутствовали в небольших таких дозах вот то мне пришлось и соответственно все эти слова значит подхватить на английском но единственно что в машинописи в преподавании там что-то можно показать просто а если там ты что-то говоришь что ты больше вот так секундомер берешь руку и говоришь бреди гол да там значит приготовились начали вот собственно там весь разговор но не суть значит это было моей первой работой еще я так уже под завязку расскажу про доктор чем что она как-то раз ко мне подходит и говорит по русски видно да и говорит скажи-ка все такое злачный яку злачный они по-английски буду разговор по-английски злачный я бы это там где криминал собираются а ведь нет они не подходят достает домик пушкина и тыщет пальцем стишок и там написано умолкли злачные долины я говорю это злаки это говорю злаки растут она на меня смотрит я по-русски гуслаки она смотрит на меня так вопросительно гид сериалс я буду да это надо как как интересно это пошла дальше это была большая школа жизни конечно я там перезнакомился с невероятным количеством людей потому что в то время это был один из немногих ресурсов таких вот но практически даровых а иммигрантов новых было много ведь и деваться им было особо некуда и с работой было плохо и вот там через меня много-много народу туда прошло так что вот сложился круг общения тобой в гости с ребятами ходили друг другу там и так далее я даже не помню если с кем-то сейчас есть какие-то отношения на во всяком случае у нас там сложился круг очень хороших знакомых и это люди с которыми потом течение нескольких лет очень так близко общались вот такая у у меня была первая работа счастлива